Давай с Сергеем Грабским обсудим вообще вот эту всю катавасию с армией Пригожина, с зэками, мобилизованными. Здравствуйте, Сергей, рада вас видеть. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, да, что с раннего утра вы с нами на прямой связи. Расскажите, как вы оцениваете профпригодность ЧВК Вагнер в контексте вот этих зэков, конечно же, новоприбывших 23 тысячи человек? Ну, как бы немало, но с другой точки зрения, а насколько эти люди готовы и могут эффективно выполнять боевые задачи, придерживаться дисциплины, каких-то принципов? Ведь это вообще не о них кажется. Вы знаете, тут надо начать немножко с другого. Сама система ГУЛАГа, она по сути своей сохранилась в Российской Федерации, она предусматривает моральное и физическое подавление воли к сопротивлению тех людей, которые попадают в эту систему. И поэтому говорить о каких-то высоких моральных и тем более физических качествах данного контингента будет достаточно сложно. В связи с этим говорить в принципе о высокой боеспособности этих подразделений нецелесообразно. Более того, сами понимаете, что обучать их чему-то сложному, а война 21 века – это высокотехнологичная война, тоже не представляется возможным и необходимым, поэтому их можно рассматривать, знаете, в качестве такой легкой пехоты, то есть реально пушечного мяса, которым просто затыкают всевозможные дырки. Поэтому говорить о высокой боеспособности таких подразделений не приходится, хотя свою роль как именно такой фактор замедления продвижения наших войск можно рассматривать. Ну и плюс, давайте не забывать, что им создается такой ореол кровожадных бандитов, грабителей и убийц высокопрофессиональных. Ну, есть, безусловно, есть отдельные экземпляры, которые, в общем-то, не влияют на общую картину. И поэтому, знаете, ЧВК «Вагнер», как было уже замечено, я полностью это поддерживаю, в общем-то предназначены для обогащения, собственно, самого Пригожина. О качестве введения боевых действий здесь речь не идет. И в заключении можно сказать так, что действительно их используют как такую малопрофессиональную прослойку для того, чтобы дать возможность выиграть время, подготовить действительно уже штатные подразделения, воинские части новой российской армии, которая сейчас готовится и смобилизована. Сергей, ну, насколько я знаю, вот эти самые «Вагнератцы», чтобы закрыть с ними тему и перейти к другой, и, на самом деле, уже успели наследить не только в Украине, но и в республике Мали, это государство в Западной Африке, и там особой эффективности в их действиях не было, кроме того, что там они устраивают террор мирного населения, да? То есть, вот какова их функция там? Похоже на то, что мы видим в войне, которую развязала Россия на украинской земле? Вы знаете, немножко не так. Немножко не так. Так, там вагнеровцы — это более подготовленные люди, то есть там они, опять же, используются в качестве такой поддержки так называемых правительственных сил, как такое действительно карательное подразделение в большей части, потому что туда уже идут люди, имеющие боевой опыт, и я имею сомнение, что туда Заков посылают. Но, опять же, нужно понимать, с кем они воюют. И как в случае в Центральной Африканской Республике, и в Мозамбике, и в Мали. Речь идет о противостоянии таким же слабо вооруженным группам легкой пехоты, поэтому там они, в общем-то, выполняют несколько другую роль такого равного противостояния. В нашем случае о таком противостоянии речь не идет. Поэтому в том случае, если мы говорим об Африке конкретно, мы говорим о достаточно таком активном действии вагнеровцев в качестве подразделений, обеспечивающих стойкость тех режимов, которые они защищают. Саша, я предлагаю немножко поменять векторы разговора с Сергеем. Давайте поговорим о атаке беспилотников на порт Новороссийска. Итак, это было довольно-таки знаковое событие. Давайте сначала объясним всем нашим зрителям, почему для Российской Федерации Новороссийск, это на самом деле очень важный стратегический город, и вообще что произошло, что это была за атака? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, здесь достаточно сложно комментировать эту атаку, потому что, исходя из военной целесообразности, говорить о том, что мы имеем такие дроны, которые могут действовать на огромном удалении от пункта управления, достаточно сложно. Речь может идти о каком-то автономном дроне, которому заданы были просто параметры, он, возможно, там находился в спящем режиме и был активирован через какое-то время. Но это событие, да, действительно является знаковым в плане того, что украинские средства могут дотягиваться уже до дальних пунктов, таких как Новороссийск. Вы знаете, Новороссийск традиционно рассматривался во все времена как такая резервная база российского флота, и поэтому удары по этой резервной базе обозначают, что для россиян, в принципе, в Черном море уже не осталось спокойных мест, в которых они могут беспрепятственно укрываться от возможных ударов украинских средств поражения. Ну, правильно мы понимаем, что Новороссийск, я, насколько помню, как раз являлся той базой, откуда постоянно отводились из Севастопольского порта как раз корабли в случае какой-то опасности и так далее. То есть теперь, по сути, после этого попадания, два дня назад российский военно-морской флот находится как на белом листе, правильно? И это все видно? Да, абсолютно. И правильно, я понимаю, что в этот раз была атака именно нефтепереливного комплекса, ну, а сами танкеры не атаковались. То есть, в принципе, грубо говоря, еще атака потенциально может быть еще более серьезная для Российской Федерации. То есть это такой был первый звоночек, можно так сказать? Да, можно это рассматривать как такую тестовую версию применения средств поражения Украины в данном вопросе. И речь не стояла о том, чтобы нанести какой-то серьезный удар. В принципе, сами понимаете, в такой тестовой версии создавать массированную группировку наших дронов было бы немножко рано. Поэтому просто проверили, как оно работает, оно работает. Ну и есть надежда на то, что мы будем развивать активные действия именно на этом направлении. Давайте, Сергей, поговорим о том, что сейчас происходит на фронте. Несмотря на то, что многие говорят, что ситуация стабилизирована, понятно, что это не так. Очень горячо сейчас на Донечине. Вот мы рассказывали информацию от Генерального штаба. Как вы видите ситуацию на фронте? Что сейчас нам сложнее всего оборонять? Где нам получается наступать? Расскажите, пожалуйста, вот себя. Как вы видите ближайшие дни, ближайшие недели, возможно? Да, те, кто говорят, что ситуация стабилизировалась, они просто, знаете, следуют просто тем внешним показателям именно то, как меняется карта. На самом деле мы видим просто нарастающую интенсивность боевых действий. И речь идет в первую очередь о Донецком направлении, в частности о Бахмуте, о Марьинке и Балдеевке, где противники, мы считаем, с потерями пытаются продвигаться. Наши войска контратакуют. И внешне это выглядит, как будто карта замерзла, если можно так сказать. Но активные боевые действия там продолжаются. Враг имеет абсолютно четкую задачу прорваться на этом направлении и выйти, как они думают, на оперативный простор и овладеть всей Донецкой областью. Если мы перейдем немножко на север, будем говорить о Луганской области, то нужно понимать, что там ситуация также остается очень динамичной, потому что противник непрерывно контратакуют наши наступающие части, пытаются замедлить темп наступления и остановить его вообще. Ну, вместе с тем мы продолжаем упорно продвигаться, как севернее, так и южнее Сватова, знаете, имея целью такой охват этого узла, очень важную, и перерезание дороги Троицки, Сватова, Кременная. Там бои тоже продолжаются достаточно активно, и там мы имеем наше продвижение войск. Я бы сказал так, очень серьезные напряжения сейчас наблюдаются в районе Углидара, где наши войска проводят контратакующие действия. И Павловка, населенный пункт Павловка возле Углидара стал таким уже показательным, нарицательным пунктом, где продолжаются просто активные боевые действия, и там постоянно линия фронта передвигается, что делает этот участок тоже очень динамичным. Продолжаются обстрелы противникам правого берега Днепра, но об этом, в общем-то, и предупреждали с самого начала, что отойдя на левый берег, противник перейдет к тактике обстрела. Ну и наблюдается уже некая активизация на участке фронта от Васильевки через Орехов и Гуляй-Поле. Запорожское направление в ближайшее время становится все более и более таким активным, что, собственно, тоже можно было предвидеть заранее. Ну и наблюдаем дальнейшее сосредоточение противника без пока создания таких явных штурмовых группировок на белорусском направлении, но общая тенденция остается достаточно сложной и имеет направление на ухудшение. Я имею в виду вероятность того, что противник может развивать какие-то действия на белорусском направлении и постоянно усиливается. Кстати, интересно, Сергей, как Вы отметите влияние погоды на ход боевых действий, потому что, опять-таки, многие говорили, что зимой будет фронт стабилен. Как мы видим, это абсолютно не так. Вот температура уже не раз снижалась ниже нуля градусов. Как видим, на интенсивность боевых действий абсолютно не влияет. Ну вот, кстати, президент Владимир Зеленский сказал, что на Донечине несколько снизили оккупанты наступления последние сутки как раз из-за погоды. То есть вопрос, наверное, в дождях, правильно, не в самом холоде. Вот расскажите об этом факторе все-таки встречи зимы. А, у нас сейчас небольшая проблема со связью. Сергей Грабский. Коллеги, давайте попробуем связаться. Все-таки хочется услышать ответ на этот вопрос. Если получится. Будем, конечно, благодарны. Ну, конечно, тут еще хотелось бы обсудить с Сергеем также информацию о том, что министр обороны Франции, господин Илья Корню, сделал заявление относительно новых поставок вооружения для Украины. Тоже довольно-таки интересная информация. Но и относительно фронта. Знаешь, есть такое ощущение, что когда мы говорим, что зима это какое-то затишье, не в этой войне это точно. Как мы видим напряженно сейчас везде. Самое главное, что наши герои постепенно шаг за шагом, метр за метр, километром за километр останавливают врага и освобождают родную землю. Это очень действительно радует. Ну, и радует, конечно, что Сергей Грабский вроде появился сейчас с нами опять на связи. Сергей Маратович, пожалуйста, продолжите. Мы вас перестали слышать после ответа о том, как погода влияет на ход боевых действий. Ну, вы знаете, в данном случае мы говорим о войне 21 века. И здесь нужно понимать то, что война это ведется техникой в основном. И есть такое понятие зимний режим эксплуатации летний. То есть эксплуатация – ключевое слово. Бои продолжаются. И говорить о серьезном замедлении боевых действий или стабилизации боевых действий сегодня не приходится. Мало того, я всегда говорил, что каждая пара года имеет свои положительные, отрицательные факторы, которые влияют на интенсивность боевых действий. В данном случае мы говорим о том, что промерзший грунт, да, с одной стороны, тяжелее закопаться в него, это просто труднее сделать. А с другой стороны, обеспечивает маневренные действия против танковых подразделений, которые позволяют осуществлять маневры, прорывы на разных участках фронта. И действительно, в связи с этим, хотел бы отметить то, что для россиян зима является более сложным периодом времени, потому что придерживаясь тактики 20 века, которые не следуют с упорством маньяков, я бы сказал так, они все-таки замедляют свои активные действия. Но в силу того, что они не готовились, собственно, к такой войне, испытывают недостаток и снабжения, в каких-то теплых вещах и возможностях даже инженерного оборудования позиций. Для нас, для сил обороны Украины, которые ведут именно маневренные действия, которые постоянно перемещаются, в общем-то зима, которая, да, имеет определенные факторы сложности, а именно температурные режимы, все-таки не является таким критическим средством, которое может остановить боевые действия. Поэтому, собственно, мы не наблюдаем никакой остановки боевых действий. Мало того, как мы с вами уже отмечали и Павловку, и Сватовское направление, там мы достаточно активны. Таким образом, можно сказать, как и любая пара года, как я уже говорил, естественно, влияет на ведение боевых действий, но не в этой войне. Мы продолжаем активно действовать. Сергей, скажите, пожалуйста, это вот официальная информация, ее можем озвучивать. Министр обороны Франции Себастьян Лекарню раскрыл детали относительно новой военной помощи, переданной Украине. В частности, речь идет о предоставлении зенитно-ракетных комплексов «Краталь». Что это вообще за системы, какое количество их получит Украина и смогут ли они на самом деле помочь украинским защитникам на поле боя? Расскажите, пожалуйста, детальнее. Очень интересно ваше мнение. А любая, ну давайте сразу отметим, что любая система противовоздушной обороны, которая поступает к нам, и она усиляет нашу противовоздушную группировку сил и средств. В данном случае «Краталь» — это мобильная подвижная система, мы получили две батареи пока от этих систем. Они позволяют бороться с воздушными целями на предельно низких-низких и средних высотах. И она эффективна на расстоянии до 5 километров. То есть она, знаете, в большей мере как бы поможет усилить именно наступательный потенциал наших войск, которые продолжают активные действия. Рассматривать их как средство прикрытия каких-то важных объектов, ну я бы сказал, это не настолько эффективно, как, например, другие средства объектовой противовоздушной обороны. Но именно для наступательных боевых действий наших войск или вообще прикрытия войск эти системы играют большую роль, что позволяет вызволить другие системы для именно прикрытия наших стационарных объектов. Ну а «Краталь» — это, скажем так, больше войсковая система противовоздушной обороны. Сергей, спасибо громадное за интереснейшую беседу. Спасибо, что нашли время. С нами был Сергей Боен и эксперт Сергей Грабский.